вы на канале climate change здесь вы слышите про самые резонансные события климате катаклизмах разных стихийных явлениях и происшествиях на земле в этом выпуске вы узнаете о шторме наводнений морозах и о призрачном обитатели океана приготовьтесь небольшое возмущение в океане быстро превратилась в погодную бомбу шторма барра который принес сильные ветры проливной дождь и снег в северную ирландию с желтым погодным предупреждением приближающийся шторм привел к наивысшему уровню предупреждения о ветре красному для графств корк керри и клэр с ожидаемыми порывами превышающими 130 километров в час погодная система низкого давления попадает в струйный поток движение воздуха высоко в атмосфере такое всасывание воздуха снижает вес и вызывает падение атмосферного давления на уровне моря когда давление падает на уровне моря система начинает втягивать весь воздух вокруг себя что заставляет воздух вращаться быстрее это похоже на фигуриста который поджимая руки вращается все быстрее и быстрее объясняет прогнозист вот почему вокруг системы которая быстро углубляется можно встретить действительно сильные ветры около 59 тысяч домов и предприятий в ирландии остались без электричества из-за того что шторм барра обрушился на берег шторм барра обрушился на великобританию со скоростью ветра достигающий 120 километров в час который принес сильные ливни это произошло менее чем за две недели после того как шторм арван нанес значительный ущерб некоторым частям страны о чем мы также сообщали в наших предыдущих выпусках сообщалось об отключении электричества в корке керри и дублине и лимерике а жителям трех графств на западном побережье посоветовали оставаться в помещениях наводнение в корке и керри сделала несколько дорог непроходимыми из-за воды или поваленных деревьев шторм совпал с приливом в городе корк когда паводковые воды хлынули через южный торговый центр с набережных на острове моррисон школам в 12 округах в отношении которых были вынесены красные и оранжевые предупреждения было рекомендовано закрыться по меньшей мере пять человек погибли и тысячи домов были повреждены после нескольких дней наводнения в провинции западная нуса тенгары индонезия по словам официальных лиц по управлению стихийными бедствиями с 5 декабря 2021 года наводнение затронуло части западного ламбока восточного ламбока бимы северного ламбока и сумбавы сильный дождь вызвал внезапное наводнение и разлив рек ситуацию сугубили проливы в некоторых прибрежных районах сообщается о пяти погибших в регенстве западного ламбока где пострадали около 25 тысяч человек и шесть с половиной тысяч были перемещены серьезно пострадали около 448 домов и 3 моста по сообщениям 8 человек получили ранения один пропал без вести и поисковые операции продолжаются между тем паводковые воды достигли отметки более одного метра в городе бима где было затоплено 7815 домов и пострадало 39 тысяч 75 жителей также были повреждены мост общественные здания и сельское хозяйство в восточном ламбоке около 94 домов были повреждены наводнением в результате чего пострадали 470 человек более 200 домов также были повреждены в северном ламбоке где уровень паводка достиг 1,3 метра наводнение также затронуло около 300 человек в сумбаве а прежде чем продолжить приглашаем вас подписаться на наш телеграм-канал переходите по ссылке в описании под видео в сибири начинается настоящая зима погода в начале месяца здесь была какой угодно только не декабрьской почти каждый день оттепели температура воздуха выше нормы на 10 15 градусов по цельсию но ситуация в атмосфере уже начала меняться в новосибирске например 0 градусов было во вторник но уже в ночь на среду столбики термометров опустились ниже минус 20 градусов по цельсию одним едва превысили отметку в минус 14 а восточные и иркутской области похолодание еще не успела начаться зато прошли довольно сильные снегопады ухудшение погоды было связано с холодным атмосферным фронтом который сейчас смещается с север на юг по азиатской части россии сегодня он протянется от ты вы до побережья тихого океана осадки в его зоне ослабеет но куда более важно то что вслед за фронтальным разделом по сибири продолжит распространяться воздух из якутии а в этом регионе зима уже давно полноправная хозяйка даже по местным меркам там сейчас слишком холодно в знаменитом на весь мир своими морозами аймеконском улусе накануне температура впервые с начала сезона опустилась ниже минус 60 градусов по цельсию а в самой аймеконе было минус 58,9 градуса по цельсию и это новый рекорд 21 века в ближайшие сутки эти ледяные воздушные массы распространяться уже по всей территории сибири в южных мегаполисах например грядущей ночью температура опустится ниже минус 20 градусов в эпицентре стужи так и останется север республики саха но там станет чуть теплее градусов на 68 сегодня в аймеконе днем до минус 52 градусов а завтра уже минус 45 градусов и около этого значения показания термометров будут колебаться до конца недели по ночам до минус 54 градусов по цельсию жуткий мороз а если среди наших зрителей те которые живут в этих холодных условиях поделитесь с нами своим опытом и вообще каков этот мороз а то мы не знаем глубоководный робот отправленный на экспедицию в сумеречную зону залива монтерей у берегов штата калифорния сша запечатлел на видео редкую медузу гигантских размеров похожую на призрака медузу заметили на глубине 990 метров сюда почти не проникает солнечный свет этот вид обитает в океанах по всей планете за исключением арктики исследовательский институт монтерей бей часто отправляет дистанционно управляемые аппараты на большую глубину но за 34 года огромную медузу удалось увидеть всего девять раз пульсирующий колокол существа достигает ширины 1 метр его полупрозрачное тело оснащено четырьмя щупальцами которые развиваются на 10 метров подобно длинному шарфу вокруг шляпы как только медуза поднимается на поверхность ее шелковистый колокол с таинственным красным свечением превращается в студенистую слизь биологи считают что медуза призрак питается планктоном и мелкой рыбой существо также может охотиться цепляясь за подводные камни и заманивая добычу но такое поведение не было заснято на видео как вам такое чудо-юдо рыбакита пишите в комментарии вот таким вот были новости этого выпуска мы приглашаем вас делиться своими мыслями о произошедшем в комментариях а если у вас есть снятое видео какого-то стихийного явления то вы уже знаете что с ним делать подписывайтесь на канал оценивайте этот выпуск и мы увидимся и услышимся в следующем а пока будьте бдительны не будьте равнодушными к окружающим и берегите жизнь